Ухудшение их состояния приведет к ухудшению состояния всего организма. Упухоль головного мозга чаще всего развивается достаточно быстро, и поэтому в диагностике жизненно важно выявить ее как можно раньше. Сегодня в нейроонкологии используется широкий спектр диагностической аппаратуры, обладающей высокой чувствительностью и разрешающей способностью. И это тема нашего сегодняшнего разговора. Знакомьтесь, пожалуйста, на студии сегодня представители Самарского областного клинического онкологического диспансера Анна Баландина, заведующая отделением КТ и МРТ, и Юлия Костоланова, исполняющая обязанности заведующего химиотерапевтическим отделением. Добрый день. Добрый день. Тема непростая сегодня у нас для разговора, и особенно, наверное, непростая для восприятия рядового человека, рядового пациента, потому что все мы часто говорим друг другу, ой, нужно мне сделать КТ, нужно сделать МРТ. И, рассказывая об этом, не все до конца понимают, что это такое, и очень часто путают эти понятия. Давайте попробуем для начала разобраться в КТ и МРТ. Ну, это понятия абсолютно разные. Компьютерная томография – это метод лучевой диагностики, который основан на рентгеновском излучении. А метод магнитно-резонансной томографии МРТ – это метод, основанный на магнитном поле. Это совсем два разных метода исследования. Но, тем не менее, все это делается на очень сложной аппаратуре, и это все равно компьютер или только в КТ? Ну, это два аппарата томографа, то есть они называются томографами. Один компьютерный томограф, второй магнитно-резонансный томограф. Анна, но мы сегодня уже договорились, что будем все-таки говорить о диагностике головы, головного мозга. Поэтому, вот каким образом аппарат производит диагностику мозга? Ну, мы сейчас говорим про компьютерную томографию, да? Что непосредственно он делает? Как это происходит? У нас исследование начинается так. То есть пациенту мы укладываем в аппарат. Пациенту вводится катетер внутривенный заранее. Потом производится сканирование до введения контрастного вещества. Мы смотрим головной мозг без контрастного вещества на начальном этапе. Затем вводится контрастный препарат внутривенно пациенту с помощью болезненного шприца. То есть в определенные промежутки времени этот контраст подается в сосудистое русло пациента. И затем уже производится сканирование с контрастным веществом. И мы уже оцениваем после этого все показатели, те, что мы зафиксировали. В плане, как прошло вообще исследование. Ну, если посмотреть, например, самому пациенту на результаты, то он, конечно, никогда в жизни ничего не поймет, да? Ну, конечно. Для этого нужен врач, который прошел специальное обучение и много лет уже проработал. Ну, а фактически, я читала, что компьютер делает посрезовые снимки. Совершенно верно. Как это? А в конечном итоге? Вот если все-таки только, пожалуйста, человеческим языком, да, понятно, что вы специалисты, вам это легко? Ну, совершенно верно. Сканирование производится вокруг оси пациента. То есть трубка движется именно так. И срезы у нас очень мелкие. То есть до 0,5 мм мы изучаем головной мозг. Кому все-таки показана компьютерная томография? Ну, именно если речь идет о перфузионной компьютерной томографии, то она показана пациентам первичным, которые обратились в онкодиспансер с опухолью головного мозга, у которых она выявлена. И тем пациентам, которые прошли уже облучение в наших стенах, в стенах нашего диспансера, оперативное лечение, лучевую терапию, химиотерапию. То есть мы смотрим уже повторно. И, соответственно, этот метод широко применяется у пациентов с инсультами, с ишемическими инсультами. Ну, это немножко не наша стезя уже. Именно мы сейчас говорим про онкологию, про пациентов с опухолями головного мозга. Ну, вы, собственно, уже сказали, что речь идет о перфузионной диагностике. Думала, что мы сначала вообще разберемся. Ну, ладно, хорошо. Раз уже мы об этом заговорили, будем об этом и говорить. Насколько мне известно, вот этот метод ведет в вашем диспансере совсем недавно. Только-только началась эта диагностика. И более того, такие исследования проводятся, ну, по крайней мере, в России, не во многих регионах, да? Ну, в очень крупных центрах. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани. И, к счастью, вот теперь мы имеем возможность на нашем новом оборудовании проводить эту методику, которая очень важна. Да, очень-очень. Ну, если раньше нашим пациентам приходилось ездить или, во-первых, это производилось в платные услуги, то есть это, опять же, затратно на дорогу, и это трата времени, то теперь мы можем это решить все одним днем. То есть они летали в Москву и ездили в Казань? Да, и в Казань, в Мидзер. То есть всего, в принципе, около пяти регионов, насколько я понимаю, обладают. Крупные, да. Притом большие очереди длительные, то есть длительное время это мы теряем, и пациенты, и мы. Да, ну, тем более, когда мы говорим о пациентах, имеющих серьезное заболевание, тут, как говорится, даже без комментариев. Давайте мы сначала с вами сейчас тогда посмотрим видеоматериал, который наши корреспонденты сняли во время фактически старта работы нового оборудования, и продолжим разговор. Хорошо. С современными методиками лечения новейшим оборудованием опухоль мозга уже не приговор. Злокачественные образования лечатся и весьма успешно. Теперь для пациентов Самарской области прогноз стал еще благоприятней. Новая методика диагностики, которую внедрили в областном онкодиспансере, называется КТ-перфузия. С помощью этого метода уже после операции и проведенного лечения можно точно увидеть, удалось ли остановить рост опухоли. Пациенту вводится контрастное вещество, происходит сканирование. Затем специалисты составляют графики и оценивают показатели. Ну, раньше мы на МРТ, например, когда мы проводили МРТ, мы не могли определить точно, есть у пациента продолженный рост опухоли или это после чего изменения. Пациенту приходилось повторно оперироваться. Постепенно внедрять КТ-перфузию в онкологическом диспансере стали с лета прошлого года. Обследовали около 40 пациентов. Теперь можно говорить об эффективности ее применения. В Светлане опухоль мозга диагностировали полгода назад. После операции и лучевой терапии пациентку направили на обследование. После чего можно будет с уверенностью сказать, что болезнь победили. Настрой у Светланы оптимистичный. Само лечение два месяца заняло. А дальше сейчас посмотрим. Сейчас МРТ получу, пойду к нейрохирургу на консультацию. Новшество в диагностике актуально, уверяют медики. Если в случае других опухолей увидеть изменения можно на простом компьютерном или магнитно-резонансном томографе, то с изменениями в мозге сложнее. Опухоль можно легко перепутать с последствиями лучевой терапии. Когда мы начинаем лечение, то через некоторое время, обычно через три цикла, мы должны узнать, помогает это лечение или нет. И если оно не помогает, то мы должны сменить лекарство, сменить способ лечения. Для наших больных эта диагностика, она имеет значение судьбоносная. Операция, химия и лучевая терапия – три способа лечения, которые спасают жизнь пациентам. Нужный метод всегда подбирают индивидуально, а современные технологии делают его наименее опасным и не столь тяжелым для больных, как раньше. С помощью лучевой терапии прицельно воздействуют именно на пораженные клетки, не задевая здоровые. Именно на клетки, именно на опухоль оказывают кубительные действия на них. С внедрением новых методик и с 3D-планированием, что позволяет нам современное оборудование, современные аппараты, значит, максимум попадает на опухолевые клетки, именно на саму опухоль. Современные технологии в науке медицинской спасают людей от вредного воздействия других передовых технологий. Как отмечают врачи, пациентов с опухолевыми патологиями мозга становится больше, причем болезнь молодеет, среди пациентов все больше детей. Одной из причин такой тенденции называют повальное распространение всевозможных гаджетов и мобильных телефонов. Исходя из сюжета, создалось ощущение, что данный метод диагностики, наверное, даже важнее для людей, которые уже прошли лечение, правильно? Да, совершенно верно. Этот метод очень важен для людей, которые прошли уже лечение оперативное, лучевую терапию или химиотерапию. Я расскажу сейчас именно, чем он важен. В первую очередь мы оцениваем, конечно же, показатели кровотока за счет этого метода. Показатели кровотока в различных бассейнах головного мозга, сосудистых бассейнах. И когда человек уже прошел оперативное лечение, опухоль удалили, бывает так, что не полностью. Потому что злокачественные опухоли, глиобластомы, если взять, они обладают таким ростом, которых невозможно полностью удалить, к сожалению, опухоли. Соответственно, потом человек проходит лучевую терапию или химиотерапию. И вот потом наша задача выявить, есть ли продолженный рост опухоли, остался ли этот продолженный рост опухоли, или это уже идут постлучевые изменения у пациента. Как именно раньше это делалось? Раньше мы выполняли магнитно-резонансную томографию пациенту, где зачастую мы не могли ответить на этот вопрос. И пациента, к сожалению, повторно приходилось оперировать. То есть для того, чтобы посмотреть, необходимо было? Да. И у нас возникали такие ситуации, я хочу сказать, вот про лечение наше химиотерапевтическое, когда пациент получал длительный цикл химиотерапии, выполняли контрольное обследование, и выявлялся вроде как продолженный рост опухоли. Но клинически мы не отмечали данных за прогрессию. И собирались многочисленные консилиумы, всех специалистов КТ, то есть и других докторов, чтобы определить, действительно ли это прогрессия, или это просто перифокальный отек на фоне проводимого лечения, или это некроз постлучевой. И это ухудшало улучшение лечения пациента. То есть теряли время, то на данный момент мы можем четко определить, это стабилизация заболевания, прогрессия, и продолжать нам лечение дальше, менять ли нам это лечение, или все-таки остановиться на данном этапе и просто наблюдать. Самый главный уровень жизни пациента. Качество его. Если качество жизни пациента страдало, естественно, если пациент повторно уже шел на операцию, конечно... Здесь, как говорится, без комментариев. Такой шок пережить второй раз, это, наверное, совсем непросто. Ну хорошо, а почему стало возможным именно сейчас внедрение данного метода? Было закуплено новое оборудование? Да, совершенно верно. Обучились специалисты или как? За счет чего это? Совершенно верно. В рамках федеральной программы, программы модернизации, в 2013 году в онкоцентр было закуплено новое оборудование высочайшего класса. Среди этого оборудования нам в наше отделение конкретно было закуплено два компьютерных томографа и один магнитно-резонансный томограф. И именно один из компьютерных томографов – это тот аппарат, на котором мы можем и имеем возможность выполнять данное исследование. Соответственно, после определенного обучения. Это очень хорошо. В начале, когда мы с вами обсуждали, каким образом производится само исследование, я не спросила, насколько это каким-то образом ощутимо для пациента. Это больно? Это страшно? Это долго? Вот как это? Конечно, этот вопрос, безусловно, интересует пациентов. Это абсолютно безболезненная процедура. Пациент укладывается в аппарат, скажем так, с отверстием, чтобы было понятно, с круглом. Ложится на стол, который двигается относительно этого отверстия, то есть заезжая и выезжая оттуда. Ну, чтобы было понятно, именно вот так я рассказываю. И в это время производится сканирование. Единственное неприятное ощущение – это уколы внутривенные. Ну, люди к этому относятся. Пациент рассказывает про жужжание в аппарате, который... Жужжание – это связано с МРТ, с магниторезонансным томографом. У нас на компьютерной томографии шума нет. То есть здесь тишина? Здесь тишина, да. Нет ощущения, что рядом где-то работает трактор? Да, такого нет. То есть процедура довольно комфортная, люди ее переносят очень легко. Юлия, ну вот вы уже начали говорить по поводу того, что для вашего отделения не менее радостно внедрение этого нового метода, да, но если я правильно понимаю, все равно вы работаете непосредственно... Рука, обрубка, шварь, да. ...в связи, потому что наше химиотерапевтическое лечение – это высокотоксичное лечение, обладает высокогематологической токсичностью и другими видами, то есть, которые действуют не только не на опухолевые клетки, но на и здоровые тоже. Поэтому четко определить грань, когда нужно лечить, а когда нужно остановить или поменять метод для нас – это очень важно. Я говорю, как я уже говорила, если раньше мы каждые три цикла проводили стандартное обследование по методике КТ и МРТ, то для опухоли других локализаций этого было достаточно. То с головным мозгом здесь уже все более сложно в связи с еще возможными побочными эффектами от лучевой терапии, это в виде некроза или, как я уже говорила, отеком головного мозга. И здесь нужно было четко найти грань, когда нужно поменять схему или продолжать по этой же схеме, или вообще поменять данный вид лечения. Поэтому сейчас это просто, как правильно сказала Ирина Альбертовна в сюжете, для нас судьбоносно и для пациентов, и для нас, потому что раньше мы такого себе позволить не могли. Вот в конце сюжета журналист такую достаточно страшную фразу сказал по поводу того, что сегодня в нейроонкологии очень много пациентов детей, и что, к сожалению, этому не способствует все-таки повальное вот это, даже, наверное, не увлечение, это какая-то необходимость уже нашей жизни сегодня, использование гаджетов. Вот это утверждение, оно имеет под собой научные основания, или все-таки пока это догадывает? Исследование проводится, то есть я тоже изучала этот вопрос, исследование проводится многократно, то есть, но пока вот четких данных сказать, что вот 100% такого нет, то есть на данном этапе пока еще это не определено, но учитывая действительно, что растет среди молодого поколения, то есть больше уже в молодом возрасте выявляется, можно такое предположить. Детей очень много на самом деле сейчас с данной патологией, к сожалению, нам привозят деток из перводетской клинической больницы, которых мы обследуем, и это очень печальный факт, и я считаю, что все же это имеет значение, использование повальное, увлечение, гаджеты, телефоны, планшеты, сейчас дети постоянно в них, в компьютерах уже с малых лет, я считаю, такого не должно быть. Какие-то ограничения временные должны существовать в любом случае. А что говорит статистика регионов? Все-таки какого возраста и какого пола больше пациентов в данной патологии? Ну, больше в основном мужчины, болеют мужчины, и в возрасте, сейчас увеличат возрасте до 20 лет как раз, то есть это 18, 19, 20-летний. Или это уже в пожилом возрасте, то есть старше 60, но молодежи сейчас стало больше. То есть нельзя сказать, что это болезнь пожилого возраста? Да, и еще можно сказать о том, что, может быть, почему мы сейчас больше выявляем, стало лучше диагностика. То есть если раньше это выявлялось на уже стадии 4, и онкологическая настороженность, сейчас все больше, уже до 60% приходящих к нам пациентов, это первая и вторая стадии, которые мы можем вылечить, которые живут долго и счастливо, не вспоминая нас. Потому что люди стали более онкологически насторожены. Это радует, потому что мы можем лечить. С того момента, когда вы внедрили новый метод, катаперфузию, кто, как много людей уже прошло вот эту диагностику, и вот какого плана опять-таки больные? Какая статистика? На сегодняшний день у нас прошло исследование 52 пациента. На сегодняшний день. Это те пациенты, на сегодняшний день, которые уже прошли оперативное лечение, лучевую и химиотерапию. Эти пациенты, они прошли все эти, значит, процедуры, и, соответственно, мы им выполняем катаперфузию для того, чтобы понять, есть ли продолженный рост или нет у данных пациентов. И как свидетельствуют наши наблюдения, данные, этот метод имеет очень высокочувствительный метод. Положительных результатов очень мало. То есть в основном это истинно положительные результаты в процентном соотношении около 67%. Это очень высокий результат. А сколько человек в день можно исследовать на аппарате? Максимально. Вообще максимально у нас через отделение проходит около 90 пациентов всего. Всего. Но именно по этому методу ограниченное количество пациентов. Объясню почему. Потому что эти пациенты, они, мы тесно взаимодействуем с нейрохирургами, с химиотерапевтами и с радиологами. И, соответственно, это определенная группа пациентов, которые приходят уже после определенных манипуляций, лечения. То есть это ограниченная группа пациентов. Но их будет больше. Юлия, ну а вот достаточно сейчас? Всех успеваете? Да, по крайней мере мы не заметили каких-то таких жестких временных рамок, что у нас есть очередь на КТ. То есть мы абсолютно получаем вовремя все данные. Мы укладываем все в сроки, так как мы делаем в промежутке между циклами химиотерапии, а срок у нас между циклами это 21 день. В этот 21 день обследование укладывается. То есть поэтому к следующему циклу химиотерапии уже получаем готовый результат, когда мы можем принять решение, продолжать или поменять схему, или сделать что-то еще. Учитывая то, что аппаратура очень сложная, дорогостоящая, можно, наверное, предположить, что и само обследование недешево, скажем так, да? Вот каким образом можно его пройти? Ну, понятно, что своих пациентов вы направляете сами. А можно ли пройти его по направлению из своей поликлиники? Конечно. В рамках общего места? Каким образом это? Конечно. То есть пациент, если он имеет жалобы на головные боли, любые жалобы неврологического характера, он обращается в поликлинику по месту жительства, консультируется терапевтом или онкологом, ему выдается направление в наш онкодиспансер, где врач-онколог на приеме ему уже вправе назначить это исследование. Поэтому в этом проблем никаких нет. Вы сказали, что больше стало пациентов с опухолью головного мозга в последние годы. Ну, очевидно, выявление стало больше, да, это хорошо. Но, тем не менее, наверное, существуют еще какие-то факторы риска, которые способствуют вот этому распространению. Какие они, эти факторы, что способствуют развитию патологии? Ну, развитие данной патологии обычно способствует это вредный фактор производства, или какие-то, ну, даже тут, может быть, говорить о экологической обстановке, но обычно это какие-то химические агенты. Также, как мы уже говорили, повальные пользования гаджетами, гаджетами, современной техникой. И плюс генетика, 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 но генетика, конечно, это единичные случаи, но если в семье есть опухоль головного мозга в каком-то поколении, то она обязательно проявится и дальше. То есть здесь уже надо быть настороженными, чтобы как-то при малейших каких-то признаках сразу обращаться к специалистам за последованием. Хорошо, а можно ли каким-то образом подстраховаться, тем более, если есть генетическая предрасположенность, уже есть какие-то опасения. Ну, наверное, первым пунктом профилактики запишем все-таки не использовать гаджетами в таком объеме. Ну, а вообще говоря, вот еще какие-то моменты можно ли учесть? Четко отслеживать симптомы, то есть это головные боли, какие-то, если есть изменения зрения, это там двоение, это выпадение полей зрения, то есть какие-то мелькания мушек перед глазами даже может быть, плюс головокружение, тошнота и как-то сразу обращаться к специалистам, начиная с невролога. Не тянуть, самое главное сразу обращаться. При каких-то таких вот малейших симптомах. Малейшие изменения в здоровье обязательно нужно обращаться. То есть это мы сейчас говорим о тех симптомах, которые должны насторожить, да? Да, да. И побудить пойти к специалисту. Ну, а можно ли все-таки не довести, скажем так, до этого? Вот что нужно делать? Ну, в каждой программе, в общем, и при каждом заболевании мы говорим о здоровом образе жизни. Это нормально, это понятно. Ну, а еще что-то? Где можно подстелить соломку, чтобы не упасть? Ну, я бы посоветовала всем людям, всем гражданам раз в год, раз в полтора года проходить МРТ головного мозга. Потому что именно этот метод позволяет выявить патологию в головном мозге. А затем уже, если, не дай бог, какие-то проблемы или беда случаются, тогда уже... Ну, и вообще ежегодные на обследование, диспансеризация. Диспансеризация, да, ежегодные. МРТ не входит, к сожалению, в диспансеризацию. Ну, я бы посоветовала именно проводить. А что нужно для этого сделать? Вот я приняла решение, мне нужно срочно пройти МРТ. Какие дальнейшие шаги, чтобы уже было понятно? Ну, у нас есть три варианта. Первый вариант – это обязательно медицинское страхование. Второй вариант – это добровольное медицинское страхование. Третий вариант – платные услуги. То есть это можно просто прийти, ну, первое, в свою поликлинику и попросить направление у врача, да? А если уж там для кого-то это сложно, то можно, я правильно понимаю, что прийти непосредственно в учреждение, где существует такое обследование, и... И пройти его. Или платные услуги, или если есть жалобы, то обратиться к онкологу на первичную звене на приеме в поликлинике. Если он считает нужным, что необходимо выполнение данного обследования, конечно, не будет такого, я хочу выполнить, сделайте мне. То есть здесь нужно, чтобы сначала оценил врач, оценил состояние, клиническую симптоматику осмотра, да, да, и принял решение, потому что, ну, здесь нужно тоже четко разграничить, иначе очереди у нас на коты усилиться, я думаю, в разы. Юль, вы представитель химиотерапевтического отделения. Скажите, пожалуйста, при данной патологии обязательно ли будет назначена операция, либо можно будет... Все зависит от стадии заболевания, на каком выявлено данная опухоль. Конечно, хирургический метод лечения – это наиболее оптимальный, радикальный при данном заболевании, но если невозможно выполнить на данном объеме, когда опухоль имеет большое распространение, то здесь принимается решение. Либо это лучевая терапия, если возможно, если даже невозможно уже лучевая терапия, то это химиотерапевтическая. Проводится с целью уменьшения объемов, чтобы затем можно было выполнить менее радикальную операцию, потому что все-таки это головной мозг, здесь тотальное, как мы понимаем, удаление опухоли – это невозможно, здесь нужно все равно сохранять какие-то структуры, поэтому в химиотерапии здесь идет уменьшение объема только операции. Или, верно, как раз сложность в том, что бывает достаточно сложно добраться до непосредственно. Вокализация, да, бывает сложно локализация. Бывает-таки опухоли, а куда просто нельзя? Ну, нету доступа туда, потому что могут быть потом непредсказуемые последствия. Да, нет доступа нейрохирурга, и невозможно провести лучевую. Тогда здесь вступаем в дело мы химиотерапевты. Это уже дальше принимаем решение. Ну, а все-таки насколько успешным, есть ли какие-то процентные показатели по излечению, тем более вы говорите, что сейчас стали обращаться раньше на первой-второй стадии, а мы знаем, что это еще не конец. Ну, у нас пока проводится наблюдение, тем более сейчас, говорю, вот только сейчас с внедрением этого метода мы можем уже более четко отслеживать, потому что раньше то, что мы считали, может быть, прогрессией, это не было на самом деле прогрессией, мы наблюдали, и это сохранялся, просто сохранялся отек вокруг данной опухоли. Поэтому наблюдения сейчас ведутся более вот такие четкие, мы можем дать, когда вот уже у нас данный метод уже проработает какое-то время. Ну, хотя бы год, дайте нам, пожалуйста, мы тогда уже ответим на этот вопрос. Я записываю. Пожалуйста. Ровно через год, наверное, зададим еще раз этот вопрос. Для пациентов, которым не обязательно теперь проходить повторную операцию, и можно продиагностироваться вот таким способом, это, конечно, здорово. А вот с вашей стороны, со стороны специалистов, как вы восприняли внедрение вот этого нового метода, и насколько вам вообще хватает вот каких-то новинок, прогресса для того, чтобы более успешно бороться с проблемами? Для нас химиотерапевта было просто счастье, то есть такое мы получили в стенах нашего диспансера, то есть не посылая пациентов куда-то, в другие города, для нас это большое значение. Мы тоже с большим энтузиазмом, конечно же, потому что это очень важно, это очень важно для наших пациентов. А что может быть лучше, когда это помогает, и это на самом деле действует? Это действительно продляет жизнь нашим пациентам, это улучшает качество жизни наших пациентов, когда мы не продолжаем тоже лечение, видя, что есть прогрессия. То есть мы меняем схемы, мы можем менять их несколько раз, но мы должны отслеживать динамику, чтобы понять. Ну, очень приятно на самом деле, что Самара все-таки так достаточно быстро идет в ногу с техническим прогрессом. Спасибо большое вам за беседу, давайте будем подводить итоги. Спасибо. Итак, рак мозга – заболевание редкое, малоизученное и иногда смертельное. При этом врачи отмечают характерную особенность онкологических пациентов. Это крайняя запущенность заболевания, когда шансы на излечение намного меньше, чем могли бы быть. Поэтому не позволяйте себе беспечности в отношении вашего мозга, ведь что может быть прекраснее того, чтобы быть здоровым, в здравом уме и в здравой и хорошей памяти. Спасибо большое и будьте здоровы. Спасибо. 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 Редактор субтитров А.Семкин